многие из вас слышали что кварцвинил не царапается ну и вообще в целом она неубиваемая прям напольное покрытие но вообще это неправда на самом деле любой кварцвинил достаточно просто поцарапать и износ устойчивость к царапинам по крайней мере у винила гораздо хуже чем у любого ламината достаточно просто острым предметом взять провести по поверхности и царапина вам обеспечена однако производители винила не оставляют попыток создать более износоустойчивое покрытие и в этом видео я расскажу об очень интересном и уникальном продукте эта новинка арт стол нормор и это совершенно новый совершенно необычный материал признаюсь я сам еще его не видел но увидев его характеристики честно я был в шоке вы на канале напольных покрытиях меня зовут роман поехали ранее этот материал изготавливался по технологии мспс но к сожалению он плохо переваривал изменение температур и при использовании его с теплым полом просто при нагреве могло выгибать доску но ребята из артист учли все недостатки и постарались их искоренить давайте сейчас вскрою упаковку и мы посмотрим на это чудо но сначала не забудьте поставить лайк и подписаться на канал если вы по каким-то причинам до сих пор не подписывали ну что ребята упаковка стандартная он такой и был в принципе в черной упаковке и назывался также армор анти скрэйч анти скрэйч это переводится не царапается тут феноменальная так и написано феноменальная защита от царапин и да теперь эта технология мпл называется минерально-полимерный ламинат то есть я сейчас позже расскажу что входит в что изменилось изменилось много на самом деле в составе этого продукта он совершенно другой я еще не видел плашку не держал в руках давайте я уже хочу ну кстати на упаковке у нас не так много информации подходит к теплому полу для питомцев подходит 33 класс износа устойчивости ну то есть более чем достаточный ну и влагостойкий естественно знаете самая фишка в чем его я сидел когда прочитал технические характеристики то что он 9 миллиметров толщиной да кстати мы можем вот посмотреть тут у нас размеры 1220 на 196 и 8 миллиметров сама плитка вот написано 8 миллиметров плитка плюс 1 миллиметр его подложечка то есть это его очень качественная подложка на самом деле с нормальной плотностью сейчас мы ее посмотрим наверное самый толстый продукт в своем роде то есть ранее я только встречал с 8 миллиметровом включая подложку этот винил 9 миллиметров и кстати такой размер он очень круто поможет нам выходить например в уровень с плиткой да это будет проще ого такая весомая дощечка вы видели эту толщину и около мн и правда смотрите он похож на ну реально с размером с ламинат и также не гнется ухтыш вот это да вот она подложечка красивая такая она прям тоненькая нового можно видеть до тонкая и в то же время она будет это тут убирать барабаны остальное реально толщина прям поражает я уберу и вес сколько что-то все упаковка достаточно тяжелая вот я так понимаю что раз два три 4 6 7 7 планочек всего в упаковке декорчик такой натуральный тиснение не пойму тиснение есть но она по моему по моему не в регистр сделан или в регистр трудно сейчас пока оценить она при я мне не нравится когда сильное тиснение и она тут такое тут ощущается что она есть но она будет комфортно при ходьбе вот это вот сто процентов такой гладенький получается нет тиснение здесь но не в регистр вот я смотрю вот этот проваленная есть но они не повторяют сучки но она достаточно приятная она такое не навязчивая то есть когда она сильная вам прям будет будете ходить и не особо будет приятно с этим другую доску посмотрим ну да не в регистр но она просто есть так сушь мне очень нравится вот эта толщина прям доски а он реально ух тышь вот это вот и можно гонять всех подряд такая очень похож на ламинат реально ламинат но если вот так вот смотреть тут действительно такая очень плотная плита и знаете чё я не взял с собой даже лобзик потому что я думал это винил я не знаю будет ли он так вот резаться и ломаться как обычный можно мне кажется его надо лобзиком все-таки укладывать замочек кстати тут униклик стандартный и за счет толщины вот за счет то что тут сама плита 8 миллиметров он реально толстый вы посмотрите на это вот вы посмотрите на этот замок то есть его сломать я фиг его знает что надо сделать но это не никак вот у обычного кварц винила посмотрите на толщину он толщины как у ламината в обычной восьмерке его нереально сломать вот я не ребят это это нереально блин честно я немножечко в шоке от такого продукта ставить он влагостойкий и настолько прочный блин надо цену узнать там же реально видео не буду говорить цену пишите по запросам тоже цена меняется все пишут а цена цена не пишу я не говорю про ценную видео потому что они через нынешней ситуации через месяц могут быть не актуальны блин но это что-то это прям реально новое какое-то слово я не знаю как оно будет в эксплуатации да потому что продукт совершенно новый я вот первый раз держу в руках но реально он сделал весь винил лучше я еще не видел по своей этой как как и как ее назвать по структуре ну давайте попробуем что-то собрать о кстати раз 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 и упаковочки вот такая вот инструкция так чё у нас тут интересное так инфракрасный пол как устройство а кстати знаете чего тут интересным его технических характеристиках мне заявляли что можно использовать с теплым полом до 35 градусов нагревая это разрешается так акклиматизация понятно также как и обычный ламинат в течение 48 часов должен акклиматизироваться короче при использовании теплого пола тут написано температура поверхности не должна превышать 29 градусов хотя мне на самом деле говорили что 35 вроде но в инструкции 29 но она больше и не надо потому что это соответствует всем снипом вот еще что тут интересное тут про зазоры размер деформационных зазоров должен быть не менее 7 миллиметров от края напольного покрытия до вертикального ограничения стены трубы и тогда любые препятствия деформационные зазоры следует увеличить на один миллиметр на каждый погонный метр укладки если длина в одну сторону превышает 6 метров ну то есть при длине 10 метров полотно когда зазор с каждой стороны по десять с половиной миллиметров должно но в целом как с обычным ламинатом да если вы что-то там без как бебебе без диверсионных зазоров укладывайте без минут этих без порогов но это ваши риски потому что все равно в каждом помещении вот запомните в каждом помещении свой микроклимат инопольное покрытие уложены на подложке она живет по-своему да то есть она может расширяться сужаться и так далее да то есть зазоры они должны быть когда вы укладываете вы можете уклад там и 100 и 200 квадратных метров но это все на вашу ответственность потому что в одном в одной комнате закрыли дверь там может быть жарко или влажность повышенная да то есть ламинат может напитаться влажности но в данном случае это винил да то есть он может нагреться расшириться а когда у вас все это одно полотно то есть каждая комната дышать по-своему будет и все равно какой-то перекос будет инструкции на русском достаточно подробно все госты указаны все то есть ребята на самом деле заморочились и написали достаточно интересную инструкцию чтобы ваше напольное покрытие потом вас не подвело так мы давайте попробуем что-то изобразить что-то собрать 1 до 100 раз мне интересно как же его резать так хопа тут легко собирается попробуем куб так вот прям замок реально здоровый это что-то прям такой точно мы не сломаем не знаю конечно как он неровности будет проглатывать но в любом случае имейте ввиду что любое напольное покрытие требует подготовки основания и допускает неровности 2 миллиметра на 2 метра это главный закон любого напольного покрытия потому что просто если у вас неровность будет на полу вы потом всплакнете все равно начнет прогибаться там уж мне определенно нравится эти замки конечно туда бойничком надо дарить так классненько давайте попробуем как он режется на самом деле ну что как думаете режется он ножиком лезвием как винил обычно или нет ваши ставки можете видео на паузу поставить в комментариях написать получится то нет он жестко жестко реально жестко я думаю что он так не ломается слишком большая толщина три раза о не стойка ух ты знаете какой тут штука сейчас я в подложку короче его я так понимаю что лучше все таки не ножом резать лучше лобзиком пилить как и ламинат обычный да потому что вот чем у нас обламывается сейчас расскажу это совершенно другое это не из писи не в писи совершенно другой состав плиты мы это здесь видим вот она огромная плита короче здесь сверху как у ламината слой меламиновая смола крафт бумага и меламиновая смола то есть износоустойчивость у него как у ламината его кстати давайте попробуем вот лезвием мы разве что ну реально нет если сравнивать вот я даже лезвием виду царапин не очень похоже поверхность на ламинат не царапается вот короче ну естественно я не буду вот так вот резать так мы прорежем и на ламинате но тут четко вот по ощущениям поверьте мне нету этого меня мягкости то есть он реально не царапается если не знаю чем просто вам проверить но это вот он он рисует этим от этого как он называется алюминием просто полосы рисовать но царапин можно вот на свет до их не остается вот то есть тут как на ламинате меламиновая смола крафт бумага и когда это сделали вот ребята прежде на исписи плите дело в том что по-разному расширяется меламиновые смолы и списи списи это у нас карбонат кальция в плита до сделано с пвх здесь нет пвх вообще они пвх заменили на эпоксидный полимер чтобы было да одно составляющее и верхний слой эпоксидная смола и здесь тоже пвх убрали а карбонат кальция они заменили на кремний и плита получилось еще ну то есть из-за того что они эпоксидный полимер использовали она достаточно стабильная получилось ее теперь не будет выгибать а кремний он гораздо прочнее то есть у него очень классная прочность удара стойкость получилось вот такой то есть кардинально другой продукт это не из писи или какой-то не знаю и писи нет это совершенно другая составная очень интересная штука на самом деле мне так хочется молотком по ней ударить но к сожалению мы в студии находимся поэтому безобразия здесь не будем потому что соседних там фотосъемки тоже видео там записывают мы чё хулиганы что в ней мы не будем курить блин я честно говоря в шоке от вот этой плиты я не знаю как это вот с со временем эксплуатации добыть вот кстати там снизу мы видим вот он есть подложку мы сгоним тут скорее всего тоже крафт бумага как в ламинате стабилизирующий слой чтобы у точно уже никто не не выгнула но мне кажется вот вот это такой следующий шаг следующий шаг эволюции виниловых да вот этих вот водостойких напольных покрытий давайте вы купите и протестируете его и через пять лет расскажете как этот винил вас повел не на самом деле очень классная тема давайте дальше соберем ну пах Собирается он по одной доске Как можете заметить, я даже без каких-либо инструментов укладываю сейчас И вроде как получается даже Конечно, забойника тут не хватает Можно укладывать и рядами, и по одной доске Но надо, конечно, подбивать Так, давайте попробую по ощущениям что-то сказать Слушайте, ну гладкий пол, по теплоте ничего не скажу Потому что, ну тут и в помещении не очень тепло Но я думаю, что плюс-минус такой же, как и ламинат он по теплопроводности И мне очень приятно, он такой гладкий По ощущениям, вот этой нет шероховатости достаточно Он немножко другой Вот верхний слой больше походит на ламинат действительно, нежели пластик Вот пластиков здесь вообще ничего не напоминает И это, ну даже не блестит Так вот я смотрю Он не как винил И в принципе верхний слой практически от этого ушел От вот этой вот Как это, отсылки к линолеуму, я бы так сказал Это, ну явно, явно вот уже никак не линолеум В настоящее время этот винил проходит сертификацию в лаборатории Сан-Гигиен Ну, что говорит уже о его экологичности Скоро у него будет этот сертификат Кстати, обращая внимание на повторяемость рисунка Здесь она не так на себя сильно обращает внимание Ну, наверное, из-за декора он такой лайтовый Да, повторы есть, там сучки где-то они повторяются Но они не акцентируют на себе внимание И вот если даже здесь лежит две доски У них вот одинаковый рисунок Немножко со смещением они сделаны просто Но сильно в глаза это не бьет Наверное, это зависит все-таки от декора, конечно Но тут очень приятно смотрится Ну, давай немножечко краш-тестов добавим Посмотрим Мне очень нравится толщина этого замка Давай, так Сейчас мы Ну Блин, я хочу разорвать это Блин, ну видите, да? Хоть бы малейшая щелка появилась Слушай, ламинат бы давно уже Я не знаю, как это еще Как это сделать Давай хотя бы вот так вот что Сломаем Во, вот так мы Обломили вот эту Нижнюю воду Треснул Вот так вот можно Сломать Огонь Мне нравится, что он держит свою функцию Выполняет на 5 с плюсом Даже с двумя плюсами Так, а еще я хотел его Попробовать Как вот Видели, как обычно ESPC ломается, да? Опа Ну, я практически всем своим весом И вот это вот сделал Ну, видели, насколько он прогибается За прочность В любом случае Ему 10 из 10 Это однозначно Отличный вариант Ну что, друзья Как говорится Поживем, увидим Да, время покажет Как этот продукт в эксплуатации Ну, честно Я уже в шоке От вот этих Ну, плита Очень классная На самом деле По ощущениям Добротности Конечно, сейчас Рано делать какие-то выводы Я даже их не буду сейчас Не прогнозировать Ничего Я думаю, что Я бы рискнул Такой Винил Да И уложить и у себя Потому что Ну, реально добротно Вот Вы не сломаете замок Вот так вот Не знаю, конечно Может быть С течением времени Он там приобретает Какую-то хрупкость Или еще что-то Но я думаю, что нет Ну, реально Очень Очень круто сделано Надеюсь, что его не будет Ни выгибать Ничего с ним Потому что Стабилизационный слой Снизу сделан И плита достаточно Такая Уверенная Толстая Прочная Ну, напишите в комментариях Как вы думаете Зайдет Не зайдет Положили бы вы себе Такой Такой пол Непотопляемый И неубиваемый Прочный Блин Больно было сейчас Прочный Минерально-полимерный Ламинат Мне теперь еще Учить новую Аббревиатуру MPL Минерально-полимерный Ламинат Меня зовут Роман Вы на канале Анапольных покрытиях Увидимся В следующих Видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok